здравствуйте дорогие друзья с вами снова компания кровь монтаж и я мороз алексей сегодня едем на новый объект наши сотрудники монтируют водосточную систему из алюминия я сейчас заеду мне кажется интересный будет репортаж алюминиевый водосток насколько мне известно только возили из германии он стоил космических денег клиент купил водостоки сам мне любопытно будет посмотреть наша компания еще отечественная алюминиевые водостоки не монтировала до сей поры российского производителя на рынке не было ну поедем посмотрим а и 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 николай а я хотел спросить а почему выбрали именно алюминиевый водосток просто интересно был на рынке было много вариантов из которых можно было выбрать выбрал потому что из цвет меда не ржавеет и и по качеству внешне ничем не отличается ну хорошо смонтируем только николай вот вы когда приобретали видите вы купили длинные крюки теперь нам придется их обрезать и новые отверстия там коротких разве не было да я в этом что разбираюсь дом уже построенный крюки готовы взял при монтаже кровли конечно предпочтительные длинные крюки их можно согнуть и разместить под кровельный металл второй вариант у каждого производителя в арсенале должны быть короткие крюки которые монтируются уже после монтажа крыши на лобовую часть доски ну что приступим прежде чем установить водосточную систему на скате кровли нужно четко понимать где у вас будет находиться водосточная труба как правило она на углах дома но бывает исключение в виде там крыльца клиент не хочет видеть трубу возле крыльца и так далее это нужно все учитывать далее приходим к монтажу крюков желоба наш клиент не разбирается в водосточке естественно взял он длинные крюки а кровля сделана уже здесь подсовывать это нереально вот мы обрезали длинные крюки когда я задумался алюминиевая водосточная система хорошо согласен желоба и трубы понятно там тонкий металл а вот крюки из чего думаю тоже неужели из алюминия нет крюки все таки из железа железо довольно таки объемное 4 миллиметра покрашено и обычные стандартные два лепестка для зажима водосточного желоба задача крюков держать на себе всю по сути конструкцию поэтому должны быть прочные и я думаю из-за этого сделали их стальными при монтаже крюков желоба нужно задавать уклон воды на водосточную трубу в нашем случае водосточная труба будет находиться с этой стороны стало быть низшая точка водосточного желоба будет находиться здесь а высшая с другой стороны мы сейчас найдем уровень и сделаем перепад на 4 метров 2 сантиметра этого будет достаточно два крайних крюка по скату установлены с одной и с другой стороны и задан уклон мы натягиваем шнур по этой шнурке мы будем накручивать все крюки водосточной системы размер у нас от крюка до крюка 5-20 и мы сейчас это расстояние поделим симметрично чтобы крюки с интервалом 50-60 сантиметров были у нас симметрично красиво прикручены если вы сначала об этом не задумаетесь будете крепить крюк через каждый 50-60 сантиметров последний может быть либо очень близко либо очень большое расстояние это будет некрасиво и неправильно у нас получается по 57 сантиметров между ряде крюков они будут четко симметрично закручены с одинаковым интервалом вот в этом месте должен быть крюк и погнал давай, Алёш, по 57 сантиметров и погнал да, трехметровый желоб довольно-таки легкий между прочим хотя толщина, смотрю, у него приличная я смотрел технические характеристики 1,2 мм против металлических которые 0,5 мм возьми, коллега ставим крепится желоб довольно легко стоит только загнуть эти лепестки которые находятся на крюке и он уже крепко сидит в своем посадочном месте заглушка у производителя линкор вполне обычная вставляется легко и нужно еще пройтись кройльным герметиком загерметизировать этот стык ну что 1,2 мм как режется? или храбли следующее комплектующее это выход для желоба оно имеет такой вид здесь специальные пазы для вставки резиновой прокладки вот эти два паза где мы запланировали водосточную трубу сюда и вставляем и защелкивается она просто одним движением клик и следующий элемент замок желоба он выполнен таким образом видите тоже крепление клик значит выемки под резиновые прокладки и соединяем второй желоб на замке до характерного щелчка переходим к монтажу водосточной трубы все водосточные трубы имеют замок который сделан из металла я смотрю вот действительно она из алюминия но замка нет я не знаю как они ее на пресс-формах готовят как-то и выдавливают но замка реально нет она полностью летая бесшовная в принципе это хорошо потому что бывает что на металлических на наших объектах случалось выскакивает замок либо его там выдавливают такие моменты а это безусловно плюс ладно перейдем к монтажу устанавливаем колено после того как мы установили колено самое сложное рассчитать расстояние от начала стыка колена и до стыка колена и до стыка колена еще учитывать нужно поворот самого колена и довольно таки легко монтируется вставляется одеваем трубу вот таким образом мы смонтировали водосточную систему компании линкор я всегда за отечественного производителя если он хотя бы более-менее соответствует качеству немецкие алюминиевые водостоки стоят очень дорого это я вам говорю точно а наши отечественные вот как в данном случае сравнимые со всеми металлическими цена в принципе рядом одинаковая я считаю что можно использовать на своих объектах алюминиевую водосточную систему на этом все с вами была компания Кровмонтаж я Мороз Алексей пока пока не верю пока